Здравствуйте, дорогие друзья, садоводы и огородники! Я вас всех приглашаю на канал Восаду Левогороди и, как всегда, с вами Юлия Меняева. Сегодня я буду рассказывать вам про огурец, про то, как его сформировать. И вообще, надо ли это делать или не надо? Кто-то формирует огурец, кто-то не формирует. И все-таки нужно прийти к какому-то одному выводу, все-таки надо его формировать или нет. В этой теплице у меня посеян гибрид партинокорпический, это Кураж, агрофирмы Гавриш. Я под него отвела целую-целую теплицу. Пожалуй, это один из моих любимых гибридов, который, в общем-то, всегда, сколько бы я его ни съела, он всегда с отличным урожаем. И, главное, ценовая политика на семена вполне устраивает семян немало, недорого и в то же время дает хороший урожай. Вот этот гибрид. Как же все-таки стоит формировать огурец или нет? В данный момент огурец партинокорпический – это гибрид, это Кураж. И формировать его необходимо. Как же его формировать? Во-первых, он подвязан у меня, вы видите, в этом году я подвязала вот к шпагату. Почему к шпагату? Почему я в этом году отказалась от сетки? Потому что шпагат – скользящая петля, и огурец по мере роста можно постепенно его опускать на подстилку, то есть на землю. И огурец будет продолжать расти и радовать вас урожаем до самого заморозка. Что, в чем же заключается именно формировка огурца? Нужно здесь что, понимать, что у огурца, как и у томата, существуют пасынки. Есть пасынки, которые необходимо удалять. Я раньше очень глубоко заблуждалась, и я не формировала огурец. Я тем самым думала, что ну как я буду отрезать этот пасынок, когда смотришь, там на нем, да, зависть огурцов. Значит, я себя лишу урожая. Но, увы, это не так. Чем больше вы оставляете пасынков, тем вы меньше получите урожай огурцов. Это просто проверено. Вот с этой вот площади, это у нас получается раз, два, три, три грядки. Одна грядка молодых огурцов подсажена. Мы уже собираем вовсю урожай. Собираем урожай не маленький, а я считаю достойный. Это ведро огурцов стабильно мы снимаем. Вот с этой вот плантации огурцов. Но теперь я хочу все-таки поподробнее остановиться на формировке огурца. Вот сейчас, если мы посмотрим, вот видно у этого огурца. Я специально сегодня не обрезала пасынки, для того, чтобы вам все-таки показать наглядно, как я поступаю с пасынками, которые только появляются, и как я поступаю с пасынками, которые я проглядела, и уже есть зависть огурца. Ну что ж, смотрите. Вот они пасынки. Вот пасынок, вот пасынок. Они еще только-только показались. И вот как раз-таки самое время удалить эти пасынки. Лучше всего это делать ножницами. Не выщипывать, а именно ножницами вырезать. Так мы огурец не травмируем. Вот. Вот длинный пасынок. Все это отрезаем и не жалеем. Нам эти пасынки ни к чему. Сейчас мы посмотрим. Вот, к примеру, идет пасынок. И вот здесь идет зависть огурчика. Можно поступать следующим образом. То есть удалить вот так макушечку. Оставляем два огурчика на этом пасынке. Но все-таки это не очень желательно делать, потому что... Давайте посмотрим. Вот здесь был удален пасынок. Вы видите, что происходит? Все равно этот огурец будет задерживаться в росте. Потому что здесь из пазуха снова растет пасынок. Поэтому, если мы удаляем все пасынки вот такие вовремя, они нам абсолютно не нужны. Огурец идет хорошо в рост и хорошо завязывает огурчики. Все пасынки, они тормозят рост растения. Это вот уже просто мной проверено. Я уже говорила, я раньше тоже ошибалась. Оставляла пасынки. Но тем самым получались просто дебри непролазные. И огурец не радовал таким урожаем, вот как мы сейчас собираем урожай огурцов. Есть еще бытует мнение, что у огурца надо обрезать листья. Вот удалять надо листья. Я все-таки не сторонница этого делать. Если вы посадили огурец правильно в теплице, если вы его формируете, если у вас нет непролазных дебрей, то есть вы ведете строго огурец по шпагату, то никакой не может быть речи об удалении листьев. Мы удаляем только те листья, если мы видим, что лист заболел, какая-то причина. Или вот, например, я делаю, допустим, ожог на листочке. Я этот листочек беру и удаляю. Но хотя это не принципиально, можно его не удалять. Просто хожу, и он мне мозолит глаза, я его удаляю. Поэтому я не сторонница удаления листьев на огурцах. Будь то это огурцы, будь то это томаты. Нет, не удаляются они. Оставляем, только в том случае их удаляем, если этот, я как уже сказала, если этот лист заболел или какая-то еще у него причина. Я считаю, что в природе все взаимосвязано. И огурец лишний раз тоже травмировать. Отрезали вы лист. То есть вы открыли ранку, это могут потом попасть и любые инфекции. Все, огурец заболеет и просто-напросто погибнет. Поэтому если все нормально у вас, у вас нет загущенных посадок, огурцы хорошо проветриваются, никакие листья обрезать не стоит. Не стоит этого делать. Как же все-таки правильно посадить огурец? Не сажайте очень часто. Вот если, допустим, встать у нас в начале теплицы и посмотреть, огурцы очень хорошо проглядываются. То есть видно каждое растение. Естественно, хорошо происходит вентиляция и огурец очень хорошо развивается. Вот, пожалуй, я хотела дать такие советы по пасынкам, чтобы вы не боялись их удалять, потому что вы получите урожай в разы больше, если вы будете выполнять эту манипуляцию. Кстати, на сайте 7 дач совместно с Гавришем я вам напоминаю, проходит конкурс именно по куражу, по огурцу Кураж, где вы можете поделиться, как вы его выращиваете, какие у вас урожаи, как вы его кормите. Ну, вообще, все про огурец, Кураж, как вы его выращиваете. Но самое главное интересное, то, что те, у кого окажутся, в общем-то, очень хорошие, интересные результаты и интересные объяснения, как вы вырастили урожай этого огурца, они будут награждены. Это тоже вот немаловажно. Ссылку именно на этот конкурс и где можно приобрести семена Кураж, вы найдете, как всегда, внизу под роликом. А с вами была Юлия Меняева на канале Восаду Левогороди. Пока-пока!